Тянулись, у нас уже 375 человек. Ага, вижу, здорово, здесь значит меня слышно, это хорошо. Так, коллеги, сразу сейчас сделаю маленькое объявление. Объявление стоит в том, что у нас чат будет функционировать в конце вебинара. Мы его сейчас на время проведения закроем, чтобы лучше прогружались видеоролики, потому что у нас сегодня очень много. У нас будет видео захватов, видеороликов, все обсуждения, которые, если что-то где-то у вас отключится, не подключится на форуме, пожалуйста, заходите в раздел вебинара в декабре и пишите, пожалуйста, там, и вам в любом случае помогут, ответят, подскажут и так далее. То есть вместо чата мы будем пользоваться той темой. Итак, коллеги, мы сейчас закрываем тогда чат. Вот тут даже пишут, хорошо, не будет лишней писанины. И переходим к самому содержанию вебинара. Мы сегодня поговорим о достижении планируемых результатов в ГОС с помощью обучающих компьютерных программ курсу Enjoy English. Конкретнее мы поговорим сегодня именно о предметных результатах, потому что о метапредметных, о личностных результатах, о том, как их достигнуть с помощью обучающих компьютерных программ, с помощью электронных приложений, с помощью электронных приложений, с помощью электронных приложений. Мы уже говорили неоднократно, и не только на моих вебинарах, но и на вебинарах у Алексея Васильевича Набеева. То есть более сконцентрированно мы сегодня поговорим именно о предметных результатах в ГОС. И начнем мы с того, что посмотрим, какие же виды электронных учебных пособий есть. Это обучающие компьютерные программы и электронные приложения. Посмотрите, пожалуйста, да, я думаю, пока вебинар еще не начался, и вы видели заставку, первый слайд, то уже познакомились с всем набором электронных учебных пособий к курсу Enjoy English. Здесь я постаралась их разместить все по максимуму. Вот такие вот они существуют и есть. Обучающие компьютерные программы включают в себя это либо интерактивные плакаты, либо обучающие компьютерные программы. Интерактивные плакаты есть к Enjoy English для начальной школы, English.ru для начальной школы, и к Millie также для начальных классов. И обучающие компьютерные программы, то, что мы в сокращении называем ОКП, есть к вторым, одиннадцатым классам к Enjoy English, вторым, девятым к happyenglish.ru, и первым, девятым к Millenium Millenium. Что касается электронных приложений. Электронные приложения содержат в себе аудиоприложения к учебнику, тексты записей, англо-русский электронный словарь, дополнительные тесты и визуальные материалы для проектных работ. Пожалуйста, сейчас на слайде перед вами как раз примеры диски для десятого и для одиннадцатого класса, электронные приложения к Enjoy English. Что у нас на них есть? Значит, давайте посмотрим с конца списка и наверх. Значит, визуальные материалы для проектных работ. Очень полезная вещь, особенно потому, что учащиеся в десятилетии в рамках учебника очень много выполняют мини-проектов, то есть им эта информация очень актуальна и нужна. Они могут ее использовать, когда делают свои проекты. Им нужно даже посоветовать использовать. Дополнительные тесты. То, о чем мы очень часто читаем, что коллеги жалуются, что у них есть одаренные дети, которые все прорешивают из учебника за буквально считанные секунды, и им очень было бы здорово, если бы имелся какой-то набор дополнительных тестов к УМК. Вот, пожалуйста, он есть, им можно пользоваться. Англо-русский электронный словарь. Есть он, встроенный, им очень удобно пользоваться, хорошая навигация. Есть сами аудио и скрипты к ним. То есть, опять же, очень удобно это все использовать и очень все понятно в применении. Каковы же методические особенности обучающих компьютерных программ? Давайте мы на них посмотрим. Во-первых, это соответствие авторской концепции курса. То есть, все обучающие компьютерные программы, они соответствуют концепции, они ее поддерживают. То есть, они ни в коей мере не противоречат авторской концепции УМК. Тексты упражнений позволяют отрабатывать лексический и грамматический материал учебников, но не повторяют тексты учебников. Это, на самом деле, очень удобно, потому что мы работаем с вами по УМК, мы прорабатываем его. И если мы хотим в качестве дополнительного материала взять обучающую компьютерную программу, то мы можем это спокойно сделать. Заранее мы знаем, что ни один текст не будет повторен. То есть, пожалуйста, отрабатывайте лексику, отрабатывайте грамматику. И не только. Лексику и грамматику на самом деле я покажу сегодня, где там у нас фонетика, что есть из орфографии и так далее. То есть, я покажу очень много примеров. И также они могут использоваться в качестве дополнительного учебного и тренировочного материала, как в классе, так и дома, либо комбинированно в классе и дома. Облегчают ввод материала. Здесь мы обязательно отметим интерактивные плакаты для начальной школы и обучающие компьютерные программы. Здесь, пожалуйста, у нас и облегчение ввода лексики, и грамматики, и правил чтения. Способствуют отработке нового материала и облегчают контроль и предоставляют дополнительные возможности для тренировки речевой деятельности. То есть, опять то, что нам очень сильно нужно, и то, чем мы пользуемся на уроках. Чтобы можно было включить обучающую компьютерную программу в свою рабочую программу, то есть прописать там, что вы будете как дополнительный компонент УМК использовать ее, можно использовать, пожалуйста, текст из книг для учителя. Я взяла как пример. Класс к учебнику Injo English и шестой класс. Вот сейчас перед вами выдержка из книги для учителя к второму классу. Раздел «Дополнительные компоненты УМК». Посмотрите, пожалуйста. Здесь описано четко в двух абзацах, таких довольно больших, то есть описано, что в себя содержит обучающая компьютерная программа Injo The ABC и что есть и зачем нужна обучающая компьютерная программа Injo English. Здесь описано и о том, что на них содержится, то есть дана такая краткая сопроводительная записка, которая поможет нам описать эти диски. И шестой класс, пожалуйста. Более того, даже указано, что каждое электронное пособие содержит подробные рекомендации по его использованию как ученикам, так и учителям. То есть все это здесь прописано. Тем можно пользоваться. То, что в основе концепции обучающей компьютерной программы лежит личностная ориентация. Позитивное отношение к процессу обучения, развитие мотивации. Очень часто педагоги спрашивают в чате друг у друга, как же все-таки заставить ребенка учить английский язык, как повысить у него мотивацию. Пожалуйста, с помощью обучающей компьютерной программы это можно делать. И это действительно будет работать, проверенное на практике. Вернемся немножечко в ГОС. Затронем лишь то, что посмотрим, какие же предметные результаты по ГОС представлены какими разделами. Итак, первый раздел — это коммуникативное умение. Сюда входит аудирование, говорение, диалогическая и монологическая речь, чтение и письменная речь. И второй раздел — это языковые средства, навыки аберрирования ими. То есть фонетика, орфография, лексическая сторона речи и грамматическая сторона речи. Цитируется это все по пособию, по ВГОС. Это иностранные языки, планируемые результаты, система заданий 5-9 класса. Я составила такую небольшую табличку. Я надеюсь, что она нам сегодня поможет ориентироваться в обучающих компьютерных программах. Первая колоночка, левая колоночка — это предметные результаты. И справа я написала примеры формулировок заданий из обучающих компьютерных программ. Предметный результат, например, аудирование. Примеры формулировок. Послушай и найди зашифрованный рассказ. Или послушай и запомни количество животных. Говорение, диалогическая речь. Drag the phrases in order to make the dialogue. Или говори немногическая речь. Listen to the sentence and make the modal. Чтение. Drag the missing words into the text. Или read and click on the correct options. Письменная речь. Complete the letter with the missing phrases. Или read and click on the correct options. На фонетику. Послушай и прочитай. Найди слова, в которых нет звука «и». В видео захватим. Или click on the words. Listen and read them. Или listen and read. На орфографию несколько формулировок взяла. Они в основном все будут с глаголом type. То есть это либо type the words, либо type the missing words. Или на лексическую сторону речи. Click on the odd word. Или drag the definitions to the phrasal verbs. На грамматику. Послушай и найди зашифрованный рассказ. Make the sentence match in the modal. Drag the words in the correct order to make the sentence. Или type the verbs in the present perfect. То есть вот они такие формулировки. Это все по обучающим компьютерным программам я взяла. И хочу показать это на примерах. То есть сегодня мы будем в основном рассматривать сами примеры, рассматривать скриншоты, видеозахваты по обучающим компьютерным программам. Покажу обязательно то, что будет, если неправильно выполнить упражнение. Все-все-все старалась заснять самое интересное. Перед вами сейчас скриншот. Это обучающая компьютерная программа к Enjoy English для второго класса. Unit 2. Посмотрите, пожалуйста. Второй кубик у нас поднялся вверх, потому что мы открыли его. Здесь с 19 урока по 30 урок даны упражнения в интерактивной форме. Обратите внимание на кубики Grammar Models под каждым юнитом. То есть на каждый юнит разработаны отдельные дриловые тренировочные упражнения на грамматическое моделирование. Кажется, что упражнений довольно мало. Но если мы посмотрим, то, например, на грамматику и аудирование. 29 урок, второе упражнение. Послушай и найди зашифрованный рассказ. Здесь даже сразу мы видим два предметных действия, потому что сначала они слушают, то есть аудирование. И чтобы найти зашифрованный... ...нужно вспомнить грамматическое моделирование, какой значок что обозначает, и уже выбрать либо левый рассказ правильный, либо второй, то есть что из этого изображено верно. То, что я говорила, казалось, что в втором юните довольно мало интерактивных упражнений, зато в третьем, посмотрите, да? С 33 урока по 51 очень-очень много интерактива. Мы видим в некоторых уроках и по 3, и по 4 есть даже интерактивных задания, и грамма модулс к этому юниту, соответственно, отдельные есть. То есть очень удобно все это использовать, и очень хорошая и удобная навигация, потому что все подписано. Обучающий компьютерная программа. На грамматику пример, пожалуйста, перед вами. Make the sentence match in the moodle. Сегодня его не посмотрим, по-моему, в интерактивном виде, но я сделала несколько других захватов на грамматику. В чем смысл задания? Учащиеся... По схеме составить предложение из слов, которые им приведены в нижнем облачке. И нажать на кнопочку «Чек», либо мультика не в подарок получит, если правильно составили, либо нет. На фонетику обучающий компьютерная программа, тоже 3 класс. Учащиеся в каждом столбике кликают на слова, либо которые они не знают, как читаются, либо на все слова, чтобы вспомнить для себя, как каждое слово читается. Они слушают, как диктор произносит это слово, и после этого при нажатии на значок «Продолжение задания» они попадают в само упражнение. В упражнении они должны... Все слова, которые сейчас есть в столбиках, они упадут вниз, столбики будут пустые, перемешаются столбики между собой звуками. Но учащимся нужно будет подтащить правильное слово в правильный столбик, к правильному звуку. То есть вот такое вот задание на фонетику. На лексику и орфографию. Примеры из обучающей компьютерной программы к 3 классу. Здесь сначала учащиеся, я не стала делать этот слайд, он был на аудировании, слушают стихотворения. После того, как они прослушали внимательно это стихотворение, стихотворение можно слушать несколько раз. Более того, пока они впечатывают эти слова, если они понимают, что они все равно что-то забыли, они могут вернуться назад, опять послушать, заново вернуться и заново начать все с самого начала впечатывать. То есть это очень удобно и способствует тому, чтобы все-таки запомнить с первых двух прослушиваний стихотворение, чтобы впечатать пропущенные слова. Мы видим здесь, что им нужно и лексику применить, чтобы впечатать эти слова, и орфографию, чтобы слова были напечатаны правильно. Давайте мы сейчас посмотрим несколько видеозахватов с обучающих компьютерных программ. Начнем мы с вами тоже со второго класса и будем подниматься выше. Посмотрим, с чего мы будем делать. Захваты по начальной школе. Первое будет пример из обучающей компьютерной программы ко второму классу. Пример на аудирование. Пример довольно-таки длинный. Значит, коллеги, я надеюсь, что у всех подгрузилось. Если еще не у всех все подгрузилось, то буду надеяться, что в процессе подгрузится, поэтому буду молчать, чтобы не совпадать звуком вместе с видео. Давайте мы попробуем тогда запустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Good morning, friends. I am on a farm. The farmer has got nine rabbits. His rabbits can run and jump. He has got seven hens. He hasn't got a cockerel. He has got two dogs, one white and one black. His dogs can swim. I like the farm. Друзья, мы должны правильно расставить количество животных в таблице. По заданию мы должны расставить прослушанное количество животных в таблице. Я специально пыталась максимально показать, что будет, если неправильно расставлены. Если неправильно они высвечиваются красным, мы сейчас видим это. Можно вернуться назад, послушать заново аудиозапись и переделать упражнение. Good morning, friends. I am on a farm. The farmer has got nine rabbits. Я попробую запустить, я, правда, не уверена, что у вас тоже уже все прогрузилось. Может быть, кто-то еще и смотрит. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у нас все было выполнено правильно. Мы получили такую вот похвалу в виде слова super. Давайте посмотрим следующий видеозахват. Это пример из обучающей компьютерной программы к учебнику Enjoy English для второго класса. Пример у нас направлен на фонетику. Я сделала сразу два видеозахвата. Один – это выполненное упражнение правильно, и второй – упражнение выполняется с ошибкой. Причем мы покажем вам сразу после первого. Вы увидите, что после выполнения даже правильного можно вернуться назад, нажать, заново прослушать упражнение, посмотреть на задание и выполнить его еще раз. И обратите тогда внимание на то, как выполняется упражнение, если оно сделано правильно, если оно с ошибкой. В чем разница? В чем разница? We. Green. She. See. We. E. He. We. Green. Green. She. See. E. He. See. She. She. E. He. See. She. We. We. Green. 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 и там подбора просто селена по стату слов котором нет звука и еще и в конце мы даже так как страна в итоге я выполняю то что те на который а теперь я на который поправил нажимали лопали шарики те которые неправильно с ним ничего не происходило все равно в итоге мы похвалу уже не получили задание даже один раз случайно кликнуть на слово где звук и был все оно будет уже защитно как выполнены неправильно давайте посмотрим следующий пример сейчас у нас немножечко прогрузится это будет пример из обучающей компьютерной программы к третьему классу enjoy english здесь мы посмотрим как раз на грамматику на грамматическое моделирование я надеюсь что все прогрузится а а и а и То есть, если у нас вот так упражнение выполнено правильно, соответственно, мы после этого получаем мультик. Давайте посмотрим пример из 4 класса. Это обучение компьютерной программы «Кинджой English 4». Здесь у нас монологическая речь, грамматические модели в этом во всем задействованы. Давайте посмотрим, как. The gardens are very big. The gardens are very big. Для тех, у кого, если вдруг возникли вопросы, почему я сказала, что она на монологическую речь направлена, конечно же, потому что, чтобы учащиеся хорошо составляли монологические высказывания, им нужно хорошо ориентироваться в грамматическом моделировании и, соответственно, уметь строить правильное предложение. Мы сейчас с вами вернемся ненадолго к презентации. Посмотрим еще немножечко на скриншоты, потому что, я думаю, немножечко устали от вечно подгружающихся видеороликов. Поговорим о том, как удобно работать с обучающими компьютерными программами, особенно вот версия 2.0. Перед вами сейчас скриншоты из обучающей компьютерной программы «Кинджой English» для 5 класса. Почему я написала здесь «Возможность планировать уроки»? Потому что появилась такая замечательная возможность. Если вы обратите внимание, слева есть меню, такое небольшое, своеобразное, оно разноцветное. Это кружочки разных цветов. И в данном случае у нас сейчас на примере, на слайде выбрано vocabulary, такого цвета фукси, кружочек. И появились у нас только задания с этим цветом, которые выделены этим цветом. То есть, если мы вдруг хотим на уроке использовать задания на грамматику, мы ищем, не ищем, точнее, по всему диску задания на грамматику, достаточно просто нажать на кружочки под всеми цветами, кроме грамматики. То есть, мы вычеркнем с вами vocabulary, мы вычеркнем с вами, голубенькая это communication, мы вычеркнем с вами phonetics, как оно сейчас и вычеркнуто, мы вычеркнем с вами language games, и останется у нас только grammar. И, соответственно, по грамматике тогда останутся упражнения. То есть, очень удобно по юнитам сориентироваться, какие упражнения на грамматику вам нужны. Возможно, вы хотите вернуться и что-то повторить. Хотите просто где-то использовать программу к какому-то другому, не знаю, пособию, просто хаотично оторванно от учебника найти какое-то там упражнение. Да, пожалуйста, у вас есть такая замечательная возможность. Пример, скриншоты из обучающей компьютерной программы, конженер для пятого класса, это юнит второй, направлен на лексику. Учащенство нужно кликнуть на слово, которое не соотносится, то есть, с ним не получится. Словосочетание с глаголом, который дан рядом с этой строкой. Вот такое вот задание на лексику. Давайте мы посмотрим, прежде чем переходить к седьмому классу, несколько видеозахватов с этой обучающей компьютерной программы. Я их больше люблю показывать видеозахватами, потому что там очень замечательные подарочные ролики, если учащиеся правильно выполнили упражнения. Давайте посмотрим пример с диалогом. Это пятый класс. Если вы обратите внимание, у вас сейчас подгрузится эта картинка, вы увидите, что я выбрала юнит 3, упражнение 14, но мне не пришлось его искать, то, что я говорила сейчас. А я вычеркнула слева в меню все ненужные мне разделы, мне нужно было поискать в разделе Communication. Вот нашла задание в третьем юните, два задания на Communication, и уже сделала вам видеозахват. Давайте посмотрим. Угу. 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 То есть учащиеся у нас подтаскивают фразы, и голос при нажатии на кнопочку «Чек» сообщает им УГУ, что это правильно выбрана одна фраза к другой. То есть, соответственно, диалог составлен правильно. То у нас был пример. Учащиеся составили диалог, ну, у них есть только кнопочка «Чек» и звук, что это правильно сделано, да, соглашающиеся. А есть еще, например, диалог они выполняют и получают в конце подарок. Давайте посмотрим. Угу. 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 Вот такой вот забавный у нас подарочный мультик с Шерлоком Холмсом, учащимся очень это все нравится. Давайте сейчас посмотрим еще на лексику видеозахват, не будем смотреть подарочный мультик, там у меня случайно выпался опять Шерлоком Холмс, когда он идет в Лондон Данжин посмотреть. Давайте глянем на само упражнение. Это упражнение у нас без звука, здесь нужно выбрать лишнее слово в каждой строке. Это упражнение у нас без звука. Перейдем к примеру на чтение. Пример из обучающей компьютерной программы для шестого класса. Здесь учащиеся сначала читают текст, текст довольно-таки вместительный, они знакомятся с текстом и переходят к упражнениям. Мы так быстреньким обхватом осмотрим с вами текст и постараемся так более или менее наугад сделать. Заодно посмотрим, что будет, если сделать ошибки. Пример musicа. Смотрите продолжение в следующей части. То есть если у нас выполнены какие-то предложения, поставлены неправильно, но выбраны true-false, то они высветятся, соответственно, красным. Давайте мы вернемся с вами к презентации, посмотрим, что у нас есть в программах для 7, 8, 9 классов. Возможно, что-нибудь посмотрим в видеозахватах. 7 класс – обучающая компьютерная программа, первый юнит. Вот посмотрите, пожалуйста, есть здесь и раздел отдельно «Practice», отдельно «Test yourself». Покажу вам сейчас как раз последнее упражнение, это «World Game» из него, из раздела «Practice», из первого юнита. Вот так оно выглядит. Что в нем замечательного? В первую очередь то, что оно разноуровневое, то есть у вас учащиеся могут выбрать, либо вы выполняете на легком уровне, либо на среднем, либо на усложненном. Посмотрите, «Levels», да? Я выделила красным. Есть функция «Поменять слово», это анаграммы, то есть учащиеся по заданию должны составлять слова из данного им слова. Посмотрите, пожалуйста, если мы кликнем на значок вопроса, то откроется меню, в котором будет написано, что нужно сделать, да, пояснение. Учащиеся, выбирая себе уровень выполнения, уровень сложности задания, они сразу же тем самым ограничат себя во времени. То есть если это будет уровень «Easy», то у них на впечатывание каждого слова будет 2 минуты. Если «Medium», то 1 минута. Если «Hard», то 30 секунд. И, соответственно, если они готовы ответить, они нажимают на кнопочку «Check». Посмотрите, вот как пример, у меня сейчас здесь слово «Communication» выскочило, да, я не буду его, конечно, менять, да. Я из него составила вот за несколько секунд 4 слова, получила за это некое количество, в данном случае, да, там 10 баллов. И у меня вот шкала времени перед вами, она уменьшается, меня там сейчас 114 секунд. Я пробовала на уровень «Easy». Из, опять же, 7 класса, обучающая компьютерная программа, юнит 1, упражнение 8. Здесь уже и орфография, и лексика. Нужно впечатать слова, с одной стороны, это как бы даже и не письмо, да, это мы проверяем орфографию. Но, конечно же, упражнения замечательно тренируют лексику, потому что учащимся нужно, помимо того, чтобы все-таки слово напечатать, его нужно сначала вспомнить. Соответственно, мы проверяем они по транскрипции, могут ли вообще вспомнить это слово, вспомнить, как оно пишется. И даже если они хотя бы одну букву ошибутся, упражнение не будет засчитано, как выполненное на 100%. Соответственно, им нужно будет заходить и переделывать упражнение заново. И таким образом они будут учиться. Более того, если они будут переходить, заходить в упражнение несколько раз, то слова будут или меняться местами, или будет добавляться одно или два новых слова. То есть просто так это не запомнить, что зачем шло, да, никак себе не скопировать и не подтасовать. Это, на самом деле, очень замечательная проверка и хорошо заменяет даже словарные диктанты. Для восьмого класса, юнит первый, шестое упражнение, здесь нужно прочитать текст и расставить пропущенные слова, которые даны у нас внизу под текстом в пропуске. Здесь сразу же и чтение, и обучение лексике. Еще один пример на чтение, он уже в формате ОГЭ. Смотрите, здесь есть и текст. Текст у нас большой, длинный, он дан с ползунком, да, мы можем протащить его и дочитать текст до конца. Сами предложения на True, False выставлены у нас здесь же сразу справа, то есть мы можем пользоваться текстом при выборе варианта ответа, то есть уже формат ОГЭ. Из девятого класса, посмотрите, здесь уже относительно приближенный максимально вариант как ОГЭ. Здесь у нас добавилось Not Stated, но чаще всего читают текст и выбирают правильную опцию, либо True, либо False, либо Not Stated. Текст такой уже, да, адаптированный как раз девятиклассникам, будет очень удобно. На лексику в девятом классе, я не стала это делать тоже в видеозахватом, мне кажется, интереснее посмотреть грамматику в видеозахвате, я вам сейчас ее покажу. Вот на лексику, пожалуйста, на фразовые глаголы. Очень замечательное упражнение, нужно соединить левую колонку с правой, то есть сам фразовый глагол с его определением. На письмо, так как письмо у нас в ОГЭ было, есть и остается, да, то вот, пожалуйста, учащимся нужно по этому заданию подтянуть, то есть подтащить, поставить правильное место фразы, которые даны под письмом, чтобы его закончить. Для этого нужно, как минимум, это письмо сначала внимательно прочитать, да, но, тем не менее, это они практически, считайте, учатся у нас с написанием личного письма. Давайте мы посмотрим примеры из 9 класса, как я обещала. Посмотрим пример, который я очень часто рассказываю на скриншотах из обучающей компьютерной программы. Это игра во времена английского глагола, это будет у нас в виде таблицы оформлена. В чем там интерес? Обратите, пожалуйста, внимание, что там мы сразу видим, как меняются глаголы. У нас, во-первых, есть объяснение, как играть в эту игру, что нужно обязательно обращать внимание на глагол на таблице, на число, то есть один или два человечка возникают. Я здесь не стала заполнять всю таблицу, я постаралась сразу сделать и правильно, чтобы показать, и как с ошибкой. Вот у нас сейчас высветился глагол hang, время у нас все уходит, уходит, убавляется, и нам нужно поставить глагол hang по future simple. Обратите внимание, есть рамочка score, you and comp, да, компьютер. Вот сейчас мы заработали одну очко. Глагол teach, который заменил предыдущий глагол, нам нужно уже поставить в past simple, и уже заметьте во множественном числе. То есть, пожалуйста, мы успеваем это сделать, компьютер у нас принимает этот вариант ответа и добавляет нам очко. Present continuous нам нужно поставить глагол drive во множественном числе. Успели, впечатали, да, это мы все успели. В past continuous нам нужно поставить глагол feed. Успели, впечатали, 4 очка мы заработали. Дальше решила вам специально показать, что будет, если допускать ошибку. Либо если не успеть впечатать, либо если ошибиться, как компьютер это все будет исправлять. У нас глагол grow, умноженное число и future perfect. Вот мы даже и допечатать еще толком не успели, уже время закончилось. Компьютер выигрывает очко и допечатывает за нас правильную форму. Соответственно, уже упражнение у нас на 100% выполнено правильно не будет. То есть, нам нужно будет зайти в него, вернуться, и чтобы у нас в results высветилось все-таки, что мы это упражнение осилили на 100%, зайти и сделать заново, и выиграть у компьютера, желательно со счетом, чтобы у него было ноль. То есть, вот так вот поражение это в интерактивном виде выглядит. Давайте посмотрим еще пример из 9 класса, из раздела Communication. Это был у нас раздел Grammar, а сейчас мы посмотрим на раздел Communication в разделе Practice, как учащихся учим составлять диалог из реплик. По заданию нам нужно растащить эти фразы в правильном порядке. Сейчас они у нас даны в хаотичном порядке. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Если у нас праздник выполнено правильно, мы получаем такой вот бонусный мультик. Давайте еще немножечко посмотрим на презентацию. И потом я вам покажу. У нас осталось нерассмотренным только интерактивные плакаты. Я покажу два видеозахвата по интерактивным плакатам для начальной школы. Давайте посмотрим в старшие классы. В старших классах к Enjoy English вышли обучающие компьютерные программы. Посмотрите, пожалуйста, вот они так выглядят. Что на них есть? Во-первых, это отличные тренажеры к ЕГЭ. А отличные они тренажеры к ЕГЭ еще и потому, что там есть упражнения для подготовки к части говорения. То есть то, с чем мы столкнемся в 2015 году. Конечно же, опыт диска озвучен носителями языка, что является очень правильным и полезным для наших учащихся. Давайте посмотрим на скриншоты. 10 класс, обучающий компьютерная программа, задание на аудирование. Учащиеся слушают то, что говорят спикеры и подтаскивают из четырех предложенных вариантов к каждому спикеру то, о чем он говорил. Один вариант должен остаться лишним. Задание с спайдерграммой. Здесь у нас на тему спорт, на тему одежды. Нужно растащить слова, которые даны внизу, в правильную спайдерграмму. Посмотрите, пожалуйста, когда мы все растащили, допустим, хаотично. У меня, правда, вот, пожалуйста, как раз яркое подтверждение тому, что если выйти из программы и заново в нее зайти, то слова поменяются. Обратите внимание, у нас сначала была спайдерграмма, вверху был спорт, снизу clothing, а сейчас у нас musical clothing. То есть мы растащили после этого с вами хаотично слова, и у нас осталось четыре лишних слова внизу. Так вот, как же нам знать, а что же там должно было стоять на самом деле, да? Помимо того, что компьютер нам высвечивает, какие слова мы потащили правильно в правильную спайдерграмму, какие нет. То есть неправильные в красном, правильном и синем. При наведении курсора мыши на определенную спайдерграмму, на определенное окошко, у нас высвечивается ключик с теми словами, которые должны были там на самом деле стоять. Очень удобно себя сверить, особенно когда самопроверка, когда диск используется, например, в домашних условиях. Еще пример из 10 класса. Здесь у нас на лексику, даже на синоним. Посмотрите, пожалуйста, учащиеся читают текст и из выпадающего списка выбирают слово, которое здесь должно на самом деле стоять. На чтение. Опять же, да, предметный результат. Read the text and fill in the table. Они читают текст и заполняют таблицу согласно прочитанному тексту. Я думаю, что ошибок здесь уже в 10 классе они допускать при орфографии не будут, но можно посчитать, что здесь у нас обучение орфографии сразу тоже идет, потому что нужно правильно из текста перепечатать фразы в таблицу или слова. На коммуникацию. Здесь в данном случае диалог с пропусками. Учащиеся подтаскивают пропущенные фразы в пропуске, и одна фраза не должна остаться. Из 11 класса, посмотрите, пожалуйста, замечательное упражнение, на мой взгляд, очень привлекательное и интересное. Здесь даны два текста. При том, когда мы с вами заходим в программу, заходим в это упражнение, мы видим только первые фразы в каждом тексте. Далее все остальные предложения осыпались у нас вниз. Мы их и не видели, как они на самом деле стояли. Учащимся нужно два текста вернуть по колоночкам, да, то есть расставить в правильном порядке предложения к левому тексту и к правому. Вот, пожалуйста, мы наобум расставили. И что у нас получилось? Да, у нас много ошибок, все, что красным, все неправильно. Два мы случайно угадали методом тыка. Как же вот все-таки понять, что там должно было стоять на месте этого неправильного предложения? При наведении курсора мыши на красное окошко, то есть на неправильно подставленное предложение, у нас выскакивает ключик с правильным предложением, которое должно было там стоять. Вот такая вот очень интересная и удобная программа. Давайте, прежде чем смотреть, где используются обучающие компьютерные программы, посмотрим обещанные мною видеозахваты из интерактивных плакатов к начальной школе. Я их оставила на самый конец, у нас там, потому что есть... Мы сначала посмотрим на грамматику, а потом на лексику. В интерактивных плакатах два раздела. Это раздел New Words и раздел Phonetics and Grammar. Сначала посмотрим с вами Phonetics and Grammar. То есть, вот, пожалуйста, неправильные глаголы можно вводить и таким очень веселым, интересным путем, демонстрационным. И давайте посмотрим на лексику. Лексику я здесь сделала в двух видах. Это будут темы Christmas и Parts of the Body. Put Christmas presents into a bag. Put presents into the stockings. Fireplace. Christmas card. Skates. Face. Me. And. Вот такой вот пример использования интерактивных плакатов. Надеюсь, что вам они... Вы ими пользуетесь, они вам нравятся, и если кто-то не пользуется, то вы будете ими пользоваться. А где же устанавливались диски? Давайте посмотрим. 32 страны у меня здесь на слайде есть. Это те страны, в которых диски были установлены. И здесь не только даже страны, бывшие из СССР, да, как мы видим, но и есть. И Великобритания, и США, и Франция здесь есть, и Чехия есть, и Италия есть. И если мы даже присмотримся, номер 25, у нас даже в Саудовской Аравии диски устанавливаются. Специально подготовила последние два слайда. Это ответы на часто задаваемые вопросы. Пять часто задаваемых вопросов я выбрала за последние несколько месяцев в чатах вебинаров. Я думаю, что как раз это те самые вопросы, которые вас больше всего беспокоят. Первый – это почему обучающую компьютерную программу можно устанавливать только на один компьютер. Потому что защита программных продуктов – это стандартная практика правообладателей во всем мире. Более того, помните о том, что лицензию можно все-таки переносить, да, при том, когда вы на том или ином компьютере сначала ее деактивируете, эту программу. Есть ли обучающая компьютерная программа к 10-11 классу по МК Enjoy English? Недавно был вопрос в одном из вебинаров. Я сегодня показывала скриншоты из этой программы, и да, она есть. Можете ее приобрести. Как раз к вопросу, где можно купить обучающую компьютерную программу. Купить их можно в книжных магазинах вашего города или в интернет-магазине издательства Титл. Зайдите, пожалуйста, на форум на www.english-tits.ru shop через слэш, либо просто на www.english-tits.ru. Наверху вы найдете вкладку «Интернет-магазин», кликните туда и кликните в разделе в меню «Программное обеспечение». Смотрите, пожалуйста, туда внимательно. Вы можете даже не ждать сам диск, вы можете купить их с электронной доставкой, то есть чтобы не быть связанным с почтой России. Следующий вопрос, четвертый. Можно ли использовать обучающие компьютерные программы с другими ОМК? Да, ответ можно, конечно же. Нужно сначала все-таки, правда, изучить сам диск и уже упражнения подобрать. Но я думаю, что особенно удобным будет в данном случае подбирать упражнения, если есть вот такое замечательное меню, как я вам показывала, где можно легко отсортировать упражнения. И последний вопрос, часто задаваемый. Это купил, например, диск и не могу установить программу. Или сломался компьютер, не успели деактивировать, или случайно переустановили Windows, не удалили. Что же делать? В любом случае, при возникновении любых технических проблем, напишите, пожалуйста, нам в службу технической поддержки. Если вы вдруг не запомните сейчас электронный адрес, никуда его себе не перепишите, то вы можете повернуть диск, и на обратной стороне диска у вас есть этот адрес. support.comfoidu.ru То есть, пожалуйста, пишите, вам всегда помогут и ответят. Коллеги, мы сейчас тогда откроем чат. Если есть какие-то вопросы, помимо тех пяти, что я уже озвучила, ответы, то я с удовольствием на них отвечу. Спрашивает Галина Александровна. Цена диска. С ценами на диск вам стоит зайти в интернет-магазин, во вкладку «Программное обеспечение» и посмотреть. Ну вот, например, для 10 класса диск в интернет-магазине сейчас, вот именно сейчас, на сегодняшний день, стоит 307 рублей. То есть, вот на вскидку могу вам озвучить вот эту цену. Если установить программу на учительский компьютер, будет ли она транслироваться на компьютеры учеников? Лучше это все, конечно, надеяться и использовать через проектор, потому что все-таки программа предназначает именно установку на компьютер, то есть на физический компьютер, на фактический компьютер. Почему нельзя распечатывать с дисков? Было бы удобно. Я тогда не вижу в этом случае смысла интерактивной программы. Интерактивные плакаты продаются отдельно. Да, это отдельный диск, называется интерактивные плакаты. Посмотрите, вот сейчас у нас на слайде, где спасибо за внимание, левая колоночка, второй, снизу интерактивные плакаты. EnjoyEnglish 2.4. Посмотреть видеозапись вебинара, да, можно будет, мы выложим на форуме. Сколько раз можно установить программу? Один раз, и можно 10 раз перенести лицензию. Приде активации. Хотелось бы, чтобы диски можно было. Ну вот, всем бы хотелось. Где можно посмотреть вебинары прошлых выступлений по ОГЭ? По ОГЭ, например, я давала не так давно вебинар по лексике. В ОГЭ видеозапись есть на форуме. И презентация тоже там есть. Все есть на форуме. Детям понравилась работа с диском 5 класс, были в восторге. Алексей Васильевич отвечает на вопросы по перечню. Вот пишет Светлана, что есть минус в том, что нельзя остановить на время звукозапись. Остановить нельзя, но, как правило, практически в каждом упражнении все-таки можно вернуться и прослушать еще раз. Если программа с ГОС, а не СЕВС в ГОС, обратите внимание, пожалуйста, там везде есть уголочек на всех дисках. В поддержку даже не придется, а лучше все-таки написать техподдержку. Вот Ирина Благова пишет, что все-таки пишите, не бойтесь. Вам ответят в любом случае на любой ваш вопрос. Дети хотят домой такую программу, либо приглашайте детей в кабинет, либо, если дети попросят родителей, родители им сами, я думаю, с удовольствием купят, раз у детей есть такая тяга. Лариса Петровна, вопрос, отправленный выше, я его не успела увидеть. Повторите, пожалуйста, есть ли ОКП к учебнику happyenglish.ru? Да, есть, но сегодня мы делали вебинар исключительно по Enjoy English, ввиду того, что очень много захватов, очень большая нагрузка получается здесь с интернет-каналом, то есть не все бы пошло бы. Спрашивают сертификат, можно ли. Коллеги, давайте мы сейчас тогда в чат дадим код для сертификата, чтобы вы могли его генерировать. Если диск передали с другой школы, нужно тогда, чтобы в той школе, где он у вас до этого был установлен, его сначала деактивировали, отдали его вам. И еще до этого, чтобы его устанавливали не 10 раз там. Если его там один раз только установили, деактивировали после этого, вы можете его заново тогда, конечно, у себя установить. Для подготовки к урокам вы можете, я вижу ваш вопрос сейчас, для подготовки к урокам вы можете использовать файл readme на диске. Там описано, что есть в упражнении, что там предполагается. То есть вы можете заранее дома просмотреть его. Ившина Марита. Я обязательно передам нашему отделу по разработке. У кого-то, если был вопрос про 2, то Илья Михайлович Бурф отвечает, что на 2 компьютера невозможно. Повторите код. Повторяем. Пишут, что не вводятся данные для формирования сертификата. Коллеги, у всех, у кого-то уже получилось сертификат себе сгенерировать? Вот есть, скачала, спасибо, коллеги пишут. У кого-то нет. В основном пишут сейчас коллеги, что да, получилось. Что дальше делать с кодом? Коллеги, пожалуйста, посмотрите на слайд, как получить сертификат. Он сейчас у вас перед глазами. Вам нужно скопировать код из чата, лучше даже, может быть, переписать и заново туда набрать в разделе сертификат на форуме, куда пройти написано. И что нажать написано. Пишут, что Эксплора и Опера не работают. Даже не знаю, чем вам помочь. Попробуйте через Google Chrome. Коллеги, больше, я вижу, вопросов по существу, по теме вебинара нет. Я тогда в этом случае с вами попрощаюсь. До будущих встреч и с наступающим вас Новым годом.